Так пошли, у меня там и демешки водились, и все будет такое нормально. И я хожу по ростовскому базару, хожу, а там, значит, прилавки, и на нем, на одном из прилавков продают такие красивые яблоки, такие большие. И стоит женщина-пенсионер, как придумала мне сейчас. И она смотрит, они не могут купить это яблоко. Я покажу рядом, значит, становлюсь, вот так вот, значит, покупаю самое красивое яблоко, значит, резко поворачиваюсь к ней, это мама. Она расстоялась там, красная. И вы знаете, не она вот прочувствовала, я не знаю, что она, конечно, почувствовала, а я почувствовал, знаете, как радость через меня прострелит. Думаю, вот это да, за одно яблочко я такое получил. Поэтому кто-то там напишет, я стараюсь всем отличать. Значит, если там при вашей апп, можно там масло втирать, можно еще там что-то там делать. Ну, короче, по совету, по крайней мере, что можно делать. Потому что что, если человек обращается уже, допустим, ко мне, значит, он уже прошел какие-то сети инстанций. Это не значит, что там я ему там помогу сто процентов, но что-то посоветую, что может как-то облегчить. А в некоторых случаях действительно может здорово помочь. Потому что мы, не знаю, как та же я вам сказала, пейте вот эту вот воду, там вот. Она, кажется, промывает великолепно весь организм. И те проблемы, которые были, они как-то промылили. И намного лучше, понимаете. Толстый кишечник почистили, печеночку привели в порядок. Да еще знаете, как вы будете бегать? О-го-го! Это как все равно, что в машину вот это вот, все эти жидкости, все эти заменили и так далее. Даже узлы не на камене, просто заменили жидкость. И она опять пробанула и погнала. Так, значит, эмоциональное состояние. Старайтесь, чтобы ваше эмоциональное состояние было отличным. Вот даже у меня такое стихотворение есть, я его не сам написал. А вот, которое возвышает, действительно, когда с тобой как-то сверху разговаривают более, ну, грубо говоря, какие-то мощные... Большие силы. Правильно, большие силы. И они разговаривают с вами так. Я мера мироздания, и глубина, и ширина, и воплощение знаний. Я понял Слово, источник жизни и миров, я формирую бытие, свое, ее, вселенной всей, источники любви своей, которые космос заполняет. Я так живу и процветаю, буду жить и процветать. Любовь и счастье воплощение. Запомните все миры. Где буду я? Где будешь ты? Ведь я и ты. Две меры этой красоты. Все. Вы можете это там запомнить, записать и так далее. Читайте, не почувствуйте, возвышайтесь. Потому что жизнь нас принижает. Она надо возвысить самого себя. Не уронить, как в секунду. Потому что жизнь это такая вещь, которая, как вы сказали, смотрит. На чем мы способны? А мы не хочу неспособны вложиться. Нет, неправильно. Ну вот, она способна, что требует для себя. Раз, возвысили. Теперь смотрим дальше. Смотрим на свой язык. А перед зеркалом, что мы видим, допустим? Есть ли розовый? Я не знаю, что там у меня. Нормальный. Ничего. Беловатый. Нормальный. Да. Нормальный такой вот. Чуть-чуть беловатый, конечно. Есть. Вот. Чтобы он был розовеньким. Пускай небольшим налетом с утра он бывает, естественно. Но мы покушали, чтобы кто-то не был. А розовенький язык уже говорит о том, что у вас меньше шлака внутренних. Шлаки все выделяются через две. Ага. Хорошо. Далее. Смотрите, как работает ваш вообще-то кишечник. Если каждый день нормально, а то, как некоторые говорят, о, у меня там раз в три дня, это я считаю нормально. Увы, за эти три дня, значит, то, что должно вывелиться вот так вот, оно всасывается, и уже это нагрузка на ваш, ну, на ваш организм, который вас ослабляет. Где-то вот по молодости сначала бегали, не ощущали, а сейчас уже ощущаем, ну, какая-то вялость, что-то, как не хочется. Ну, вот что-то такое есть. И это уже предрасположение к лягу болезни. Она не заметна, так вот, пожалуйста. Далее, значит, смотрите, мы говорим, стул просто, потому что не будем в него улыбляться, стул должен быть регулярным, да? А если переходите на это питание, на это питание, и вот этот вот массажик делаете, что я вам говорю, ручки, ножки, вот это, то он у вас нормализуется. Что-то, мы, это просто, он просит обратить на себя внимание. То есть организм наш хочет, чтобы мы на него хоть какое-то внимание обратили. А то получается, как, знаете, есть такие вот ездюки. Вот он в машину новую сел, и на ней гоняет, 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 пока я ее не загонял. А ее что-то обслуживает. Так точно и мы должны обслуживать свой организм хотя бы вот этим постом или еще чего-то. То есть мы ее обслуживаем, да? Значит, работает нормально, нормально. Далее, значит, у нас норовят все эти суставы, все эти мышцы, все это атрофируется, да? Значит, вы так посмотрите, а тут болит, тут не болит, что-то тут надо такое делать. Тут надо, значит, повердеться, тут надо покрутиться. Значит, надо взять, значит, так что-то надо делать, чтобы у нас тут... А то начинаешь так растягиваться, а здесь уже к нашему возрасту так затягивало, что она не тянется. А если она не тянется, я вам рассказывал, она вот здесь вот стягивается и тянет за собой спину. Спину перекосило ей всю. И думаем, спину лечит, а надо отсюда начинать. Вот. Какие-то так упражнения. Растянулись, ребята. Ласточку или облайки, воробля сделать, да? С уставчиками, да? Потому что когда вот это у нас движется, это говорит, что энергия у нас движется. Ага, сделано там. Похрустили тоже, это нормально. Ну и в принципе, знаете, можно, конечно, еще чем-то там загружать. Да, там зрение, если у нас падает. Ага, для зрения там, значит, куча, куча имеется упражнений, процедур, которые могут его даже не то, что остановить. А улучшить. А улучшить, да. Значит, надо заниматься и не так уж они какие-то сложные, потертые ручки, да? Вот, приложили вот так вот. Пальмин. Да, там пальмин, так, так, вот так вот, так вот. Как вам удобно. Почувствовали. Тепло. Масло обязательно сосите, чтобы у вас вот эта шлакка, она шлаковка, понимаете? Вот, если добавить здесь свежевыжатые соки, это уже дело сложнее, но тем не менее нормально. Яблоки можно купить, они дешевые. Яблоки, если вы купите, раз я вам рассказывал, свеклы где-то, 2 столовые ложки остальной яблоки. Или морковку, но морковку мыть долго надо, поэтому яблоко быстрее. И уже у вас прекрасное будет кровотворение и защита от онкологии. И все, и вы не почувствуете совсем по-другому. Чем-то увлечитесь. Ну я не знаю, я как-то видел, немножко там стихи сочиняю, еще что-то там делаю. Видео когда снимаю, кто меня заставляет видео снимать? Книжки пишу. Я книжки пишу опять-таки для себя. Наталья, подошло время, газеты давайте покажем. То есть я делаю ежемесячную газету. Газета называется Малахов-Рой. Давайте устраиваем перерыв, а потом газету или еще что-то. А до этого небольшая разминочка. Грибок на стопах ног. Есть ли где-либо, есть ли его. А тем более он уже там два-три воды и более. Это говорит, что грибница имеется во всем организме. Поэтому, кратко, что не любит эта грибница? Грибница не любит пищевую соду. Поэтому пищевую соду натощак будет. Я как раз прикинула вам. Только натощак. Ни в коем случае не в средине дня. Это будет способствовать развитию болезней желудка. Только натощак. И плюс делаются ванночки. Ванночки, значит, из крутого настоя соли. Грибок не любит обезвоживание. Поэтому где-то грамм 100 соли на пол литра воды. Все это нагревается и не имеется на ногтях грибок. Окунается, держится в воду. Процедура выполняется раз в день. Можно добавить, я бы рекомендовал еще на следующий день, допустим, чередовать, это делать такую же ванночку, теплую, из настоя соли. Значит, сода, опять-таки, грамм ее 100. Примерно взять, значит, воды тут можно даже в литр взять. Все это размешать. Выбрасывать не надо. И все это, а у вас лежите туда. Ногрили ноги, окунули или нет. На следующий день полтора лет. Сахарный диабет теперь придем. К сахарному диабетному типу. Вот как раз, смотрите, я делаю вот такую интерферен газету. Можно ее полистать. Наталья Павловна, полистайте ее просто, пожалуйста. Так ее пролистите сами. И мне, значит, меня как раз, вот меня интересует какая-то там такая тема. И я ее там капитально в статье прорабатываю с учетом научных данных, что это такое, с учетом народных данных, с учетом натуропатии. Привожу примеры, как и все такое. Значит, сахарный диабет второго типа, как правило, возникает из-за того, что поджелудочная железа начинает потихонечку сдавать свои позиции, свои силы. Из-за того, что может быть чрезмерно обилие продуктов, содержащих вот это как раз сахаром. Сахарок любите сладенько? Любим. Ну конечно. Кто не любит, да? И вот тут, смотрите, оказывается, что можно действительно любить этот сахарок. И кстати, кстати, этот же сахарный диабет второго типа, он был не только сейчас. Сахарный диабет, естественно, был и век назад, и два века назад, и три века назад. Значит, естественно, никакого инсулина не было, а лечились только диеты. А именно, значит, постарались исключить те продукты, которые явно уж сладкие. Это значит, смотрите, если человек там любит печенье, хлеб тонкого помола, значит, он заменяется цельной кашей. То есть все должно быть цельное. Цельная каша, раз, значит, сам сахар, допустим, можно там заменить немножечко даже на какие-то там, ну, фрукты нежелательно, а вот сладкие овощи. Сладкие там, немножко добавляют действительно сухофруктов, хотя они тоже, конечно, будут сладкие. Но вот именно там идет комбинация, допустим, минеральных веществ, других веществ, в тех же, допустим, сахарах из фруктов, да? Которые уже не так воздействуют на подженудочную железу, именно именно инсулина, нежели вот эти вот более такие искусственные продукты рафинированные. То есть рафинированное все сокращается. Далее, значит, сахар там нужен для того, чтобы клетки работали. И в результате получается, знаете, что если у нас с вами недостаточная нагрузка на организм, и клеткам сахара не нужен энергия, а мы его едим, потому что вкусно, как раз это будет располагать в сахарном диабете. Поэтому добавляется физическая нагрузка. Как только добавляется физическая нагрузка, так, значит, организму требуется вот этот сахар, и он усваивается. То есть организм, когда берет клетка, говорит, мне нужен сахар, Как только бездействует, клетками работают, а сахар поступает, говорит, мне не нужен сахар. И в результате сахар, значит, болтается по крови, насыщает наши, по-моему, ткани собой, и начинаются идти различные неприятные процессы. То есть, можно так сказать, в крови течет сахарный сироп, который опускается по действиям силы тяжести к стопам в ногу. Небольшая рамка, если возникает, значит, вот этот сироп идет, на нем начинают размножаться бактерии, и возникает рамка, так называемая сахарная стопа, А, там, диабетическая стопа, особенно с вот этими грандинозными объявлениями, которые трудно лечиться. Почему? Потому что именно на сахаре, как на сабстрате, размножаются нейронные инфекции. Далее у нас глаз, у нас это же определенная жидкость там, с определенными, ну, как бы сказать, характеристиками, И когда много сахара, то здесь меняется тоже от адыния сахара вот эта жидкость, и начинаются проблемы со зрением. Вот, поэтому, поэтому, в первую очередь, сокращается количество вот этих вот продуктов, которые дают быстрые углеводы. Это, как правило, реактивные мучные изделия, ну, и, конечно, сахар, посылые конфеты, все это сокращается, а заменяется, ну, наподобие другими, а именно, там, допустим, ну, я уже говорил, цельными продуктами это будет. Даже можно тот картофель, если его, скажу, мой, и употреблять в небольшом количестве, а с овощами, потому что это не так будет действовать, да? Это, значит, различные группы цельной, кашки, если их варите. Это, значит, овощи, те же овощи там сладкие, ну, допустим, та же, там, морковка. И плюс движение. Движение надо увеличить, как минимум, где-то, я не знаю, вот, по какому движению, насколько оно вы двигаетесь. Мало двигаетесь, значит, физическую нагрузку надо значительно увеличить. Можно заниматься стяжестями, можно гулять. Особенно лучше всего, оказывается, на снижении сахара и для снижения массы тела, ну, это что-то, лучше всего влияют длительные прогулки. И как только вы начинаете длительно гулять, там, по часику, по полтора в день, и сахар нормализует всю массу тела. И мне бы хотелось теперь еще вашу поджеводочную пощупать. Меньше есть надо еще. Массаж, как я вам сказал. Нет, мы ничего не делаем, да? Ну, смотрите, как вы думаете? Алексей Петрович, вот смотрите, Алексей Петрович, у Алексея Петровича здесь расположена печень, да? Здесь расположена где-то поджеводочная железа. Желательно, конечно, надо было бы давить, не давить, ничего, больно, не больно. То есть вот так хотя бы ее прощупать. Дело в том, что она снабжается кругом. И когда вы делаете хотя бы такой массажик, ну, это чтобы животик не слабый, потому что сейчас напряжена передняя сердца живота, трудно что-то продавить, и не хочется давить на человека сильно, да? Вот, вы начнете ее массировать, массировать, да? Из-за этого уже кровообращение улучшится, уже она начнет и лучше работать. И плюс физические грубогния. Очень хорошо приседания, вот влияло на то, чтобы, так сказать, поднять общую сжигательность. Начнете с пяти приседаний. Потихоньку доведите до пятидесяти, до ста, потихоньку. И каждый день. И почувствуйте, как это действует. То есть вот такая вот простая рекомендация, которая первая заставляет усваиваться клетками сахара, потому что они угрозят. Улучшается работа поджерудочной железы, или щадящее питание, которое, знаете, вот когда мы что-то употребляем, оно может сосаться медленно и плавно, дать наружу. А может, знаете, балл, бух, обвалилась. Так вот это бух, это бух, быстрые углеводы из муки тонкого помола. А если еще сахара, то там. Ну, это вот газета, которую я выпускаю ежемесячно. Где... Дмитрий, а вот еще вопрос к этому вопросу. А если не реализовать сладкое, допустим, бульки? Нет, нет, тут не пойдет. Здесь этот механизм не работает. Почему? Потому что сладкий вкус, он действует здесь, а углеводы всасываются здесь, понимаете? То есть энергетически это возможно, но тут действуют уже дальше материальные вещества, которые именно требуют, будем говорить, к менту. Мед тоже не пойдет, это быстрый углевод, его надо есть не так много. Следующий вопрос, именно касающийся здоровья. Кто что спрашивает, давайте. А вот это газета у вас в интернете, да, агент Плэч? Газета в интернете, к сожалению, она платная, стоит 5 рублей номер. Выпускается с, это вам самое, с 10-го года. На нее можно подписаться, и она будет к вам приходить на почтовую вещество. А подписка через интернет, или полноточие? Через интернет, через интернет. Сколько раз в месяц? Через интернет, она как-то там так вот можно. Я технически не владею, у меня там человек вот этого вот как-то. Ну, как часто, месяц, как часто, сколько? Раз в месяц. Один раз в месяц? Да, представляете, вот это написать раз в месяц, потому что это делаю я, и я все это собираю, обмазу. А вот этот месяц как подписаться? Ну, там просто Малахова-про, газета называется, сайт Малахова-про, вы заходите на него, и там как-то там инструкция дала, я. Морковка, шпинат, морковки, допустим, это будет где-то 200 грамм сока, а шпинатного сока, пруская, это будет где-то 2-3 столовые ложки. То есть шпинатный сок способствует к тому, что он восстанавливает клетки толстого кишечника, который отвечает, особенно нервной клетке, за перистальтику. Если человек длительное время применял, ну, допустим, какие-нибудь ослабительные вещества, у него может высыхать лисистое оболочко. Значит, обязательно хорошая пшеница, значит, постараться вот тушеные вот эти овощи, потому что в сырые не пойдут, и вот этот массаж их живота. Каждое утро она проснулась только раз и сделала массажик. Далее, значит, завтрак из вот этого, что вчера показывали, да, полезный завтрак, такой раз, намедлило дно это все это. И сальшук уже там померяет это. И я думаю, дело пойдет или нет. Значит, кто там вдруг подпишется на новую газету, уже вы можете задавать мне тогда, опять-таки, через почту вопросы. И эти вопросы я попробую освещать. Освещать. О, это мой сайт как раз. Это мой сайт наш. Освещать в этой газете. Подоград. Насчет подаград. Значит, давайте вот не прорушившую, а попей только талую воду, чтобы она там попромывала вам. Далее, значит, вот у вас чувствуются, значит, проблемы брюшной полости. То есть постарайтесь снимать с садиком, как-то это поширенит, расширенит, значит, все это дело. И, опять-таки, вот это вот, старошей пшенички, этот зал, покушать. Что касается теперь мясного, как вы, любите его из мясного? Или раньше было? Люблю. Любите, да? Раньше это вообще... Раньше, да? Вот, вот смотрите, что у нас получается. Вот продукты питания, с одной стороны, они нас не питают и несут радость, но при переборе, потому что наш все-таки комбинат расправляется, вот рассчитан на определенные нагрузки, в том числе и пищевые. Он не может справиться с таким количеством бьетов. Значит, смотрите, а теперь, ну, чуточку уменьшите мясные нагрузку, но зато с салатом. То есть, то же самое, но, вот если раньше вы ели там салата, сколько, ну, допустим, какую-то часть, ее надо вот троить. И посмотрите, вы меньше сидите, лучше перевариться и лучше все почувствуется и как-то желудок там все это там уйдет нормально. То есть, вот это вот такая простая вещь, но она очень хорошо сработает. Потому что все кавказцы любят мясо, но, как правило, они там и овощи едят, много, ну, как-то, ага. Бивен морд, может, попивай зубы. Бивен зубы пиваю, да, и нормально. Я сам пландуется. А, ну, тем более. Я, если я вырос, все было хорошо, а вот эта вода, вот вырезала у меня вот, года три, наверное, в основном. В года три, и смотрите, когда еще организм, ну, относительно молодой, хватает энергии, он еще как-то справляется, думаете, как тоже питание остается, а мы уже летели, и начинают вот эти все проблемы накапливаться. Все это легко и просто убирается с помощью питания. Поставайте еще ходить, в бальку, париться, и все там такое. и еще один вопрос. Ага. Потому что я сразу все приятного. По супруге давление, причем, оно скачет, причем иногда так довольно не скачет. я думаю, как правило, как правило, она мнительный, волнительный, волнительный. Есть, да? Домбучкой, вот, домбучкой, вот, это как-то тогда меньше волноваться. И смотрите, если действительно начинается давление, что надо делать? Не таблетки принимать, а возьмите теплую ванну, и в теплую ванну окуните руки по локте и ноги по коленям, чтобы кровь оттекла от головы, потому что когда человек вонулся, он только раз подсажался вот такой, и вся кровь, грубо говоря, вонултрирует, она только раз в сердце собирается и тут стучит. А ее надо отсюда распределить по всему телу. Для того, чтобы распределить, значит, сделать вот это вот, вот, теплое, очень хорошо поделить себя, очень хорошо, знаете, задержать дыхание, так, выдохнуть и задержать, чтобы как-то прилик крови. Значит, в результате задерживаемого дыхания, когда человек вдохнул, выдохнул и не дышит. Накапливается кислота, расширяются сосуды и крово уходит на перегревию. Надо вот это вот, ее супа распределять, осознанно, но лучше всего меньше волноваться. Как только человек, я как раз статью, он бы написал о импертонии, как только он меньше волнуется, значит, никакой импертонии нет. Как только он чуть поволновался, вот эти все спазмы в сосудах, в мышцах, они это все запоминают. и как только маленькое волнение, а что же там? Тут как-то раз, 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 и чем туда не дальше, тем хуже, 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 больше, больше, больше. А если вот это вот убирается, и все нормально. если вы хотите избавиться от импертонии, первое, эмоциональное спокойствие, работайте на этим, да? Вот второе, это движение должно быть, движение, раз, и, значит, третье, вот научитесь распределять где-то вот на густу, хотя бы, ну, в смысле, кровообращение, хотя бы задерживая дыхание, и распределяя труп по всему организму. Как только оно у нас, вот почему человек волнуется, а-а-а-а, вы видите, у него все сжалось. Вот тут, скелетная рушкалатура сжимается, сюда, и здесь пошла голова как раз. И тогда нет не будет. Если вы хотите вот четкость слезть, пожалуйста, значит, можете вообще ничего не применять, но вот это вот делаем. И все будет. Потому что все эти лекарства, после того, как они подействовали, они должны водиться, естественно, на почки, на печень, Как уйти от этого, как уйти от таблетки? Уйти? Вот я вам расскажу. Более подробно еще можете в газете прочитать. Какая статья, и примеры, и травы, и не травы. Следующий. Зачитайте мне. Шпора. Это механическая вещь, но это влияет на все. И на вес, и на аритмию. Я не могу ходить. А я не могу ходить. И за что? Если шпор не поправит, я тогда буду летать. И никакого сердца у меня не будет. И у меня такая же проблема. Не могу долго ходить. Да. Уйдет. Не наращивать. Значит, смотрите, что-то там делается. Вырезается вот такой вот, как вот, как лучок, в которую пятка вставляется, можно говорить, и шпора не дальше. И человек может ходить раз. Далее, значит, используется и медицинская желчь, и еще что-то, и еще что-то, и еще что-то, и еще что-то. Кожа меняется настолько до 7 лет, что сжигается кожа. Значит, медицинская желчь. Опять-таки, в газете там разные там, варианты там, разбирал это. А вы, когда вы не смотрели, вот, малахо-пусло? Вы там эту пятку разбирали, пяточную шпору? Нет, не смотрели. Столько всего там, знаете, и уже люди приходили, которые избавились от этой пяточной шпоры, и так далее, и так далее. Как мясо внизу? Знаете? Люблю мясо. А я тебя люблю. А результат один. А что? Хорошо. Говорят, мочекислые соли там как-то отлаживаются, да? А, ну да. Это вы имеете в виду мучевая кислота, по-моему? Да. Да, она есть. Наверное, не приедет. Мы не приедем. Значит, смотрите. А то, чтобы ее не было, в любом случае надо сократить количество употребляемых продуктов животного происхождения, мясных. Мясо. Сократить, добавить. Мясо. 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 Ну, я не знаю, чем там можно заменить. Там можно заменить. Ну, советую, орехи можно есть. Немножечко меньше орешков. Меньше? Да. Ага. Ну, в смысле, орешками заменить. Опять-таки, опять-таки, если... Извините, орехи, наоборот, потребить больше или меньше? Мясо. Меньше мяса. А, может быть? Да. А, может быть? А можете опять-таки, вот мы говорили о... Больше зелени. Даже тоже количество мяса, но больше зелени и вот этого не будет. Потом, смотрите, что можно делать. По-моему, там... Ну, рецептура очень большая. Можно, значит, летом лопух прикладывать. И причем, знаете, как лопух прикладывать? Такие травы, с таким каким-то нейтральным... Лопухи его надо измельчить вот с кашицу. И сюда потом... Бац! Снизу. Да, да. Сверху носочек или так. Или лучше, знаете, как же это делается? Лопух. Спарвы есть такая-то. Тот же, даже подороже. Хорошенько измельчается в кашицу. Прикладывается. Сверху целлофановый пакетик. И носочек. Все. И у вас будет все это отлично. То есть такой карман. Со шпорами тоже очень многие спрашивали. И на передачу приходили. И они довольно-таки хорошо поддаются и исчезают. И есть, конечно, люди, которые ломают от палочки. Но это несколько большевато будет. То есть только было говорить но его ной엽 이러ся, устой и на этом городе... И irgendwas уксом, так, действительно. Чтобы вернуть когда он в страну короткому тивiani с той же� playing на это такой широкоседии, Продолжение следует...